Кирилл Серебренников, русские люди знают цену свободы и ее отсутствие, Липпынт, Франция, Брижит Эрнандес, Катя Сваровская. Точка. 18 июля 2019 года. Он беспокоит. Кирилл Серебренников известен и любим, у него множество наград, но он не может покинуть свою страну. Этот великий российский мастер признан во всем мире не только благодаря своим успешным спектаклям, но и благодаря своей работе в качестве режиссера. Его фильмы «Ученика лета» были отмечены на Каннском кинофестивале. Все его работы бросают вызов общепринятым взглядам, законам театра, смешению жанров. В 2017 году его постановка балета «Нуреев» по заказу Большого театра спровоцировала скандал, и премьера была отменена. Режиссера обвинили в том, что он показал гомосексуализм «Нуреева» в благоприятном свете. При работе над спектаклем «Аутсиди», на постановку которого его вдохновил непокорный дух известного китайского фотографа Рена Ханга, он взаимодействовал со своей командой при помощи успфлешек. Серебренников поставил этот спектакль дистанционно, передавая инструкции адвокатам и своей труппе. Он согласился поговорить с нами из своего дома в Москве. Он не претендует ни на создание собственной методики или системы мышления, а только на свободу, не загнанную в рамки. «Пуэн», спектакль «Аутсиди», представленный в «Авене Йона», вдохновлен жизнью Рена Ханга, известного китайского фотографа, который покончил жизнь самоубийством в 2017 году. «Вы с ним встречались?» Кирилл Серебренников. Я открыл для себя творчество Рена Ханга после выхода книги с его работами, которую выпустило издательство «Тащан». Они удивили меня. Перед этим я видел несколько его фотографий, но они не произвели на меня впечатления. Обнаженные китайцы. Ок, ну и что? Но увидев их в книге, я понял, что эта уникальная вселенная. Ян Ге, китайская актриса, помогла мне связаться с ним. Она написала ему в Инстаграм и, чудо, он сразу ей ответил. Мы договорились о встрече, на которой должны были обсудить общий театральный проект, но он покончил жизнь самоубийством за два дня до нашей встречи. Это случилось 24 февраля, в день его рождения. Для меня это был настоящий шок. У меня было ощущение, что это был кто-то, кого я уже знал, кто стал мне близок. Риан Ханг тайно работал в своей квартире в Пекине, ночью в общественных парках, приглашая своих героев через социальные сети. Он творил, создавая интимную атмосферу, в которой секс играл недвусмысленную роль. Будете ли вы использовать его фотографии? В спектакле мы не покажем ни одной его фотографии, но все, что происходит на сцене, вдохновлено его образами и его стихами. Это очень интересная задача, сыграть в игру и я Ханг, не пытаясь проиллюстрировать спектакли его работами. В конечном счете, каждый актер в этом спектакле играет в эту игру. Мы имеем дело с творчеством большого и серьезного художника. Речь идет не только о его работах, известных почти во всем мире, но и о его стихах, которые я смог прочитать благодаря переводам Янга и его дневнику, его ежедневному блогу, который был для нас блестяще переведен китаистом Елизаветы Бушиновой. Я понял, что Ханг был не только фотографом, но и настоящим поэтом, который создал уникальный мир, депрессивный и мучительный. Этот мир обрушивается на вас, и вы не можете избежать всех эмоций, которые он вызывает. И, возможно, его поэзия намного более глубока и серьезна, чем его фотографии. В течение двух лет вы практически не контактировали с внешним миром. Как вы пережили это? Как вы работаете? Дистанционно? Такой вынужденный способ работы изменил что-либо в вашем подходе к постановке спектаклей. За эти месяцы мы разработали способ общения через юриста с Гогольцентром, другими театрами, художниками и коллегами. Это требовало кропотливой работы, более глубокого подхода ко всем сценам и всем моим наставлениям. В некотором смысле, я стал более дотошным и скрупулезным. Какой вы режиссер? Вы требуете импровизации, физической подготовки, разбора материала, универсального рецепта для создания спектакля не существует. Каждый раз приходится придумывать новый подход. Аутсири было придумано от начала и до конца, сама пьеса, структура, визуальный ряд. Я всегда использую разные методы в работе с артистами. Тут тоже нет универсального подхода или общего стиля. Ненормально классифицируют всех театральных режиссеров и актеров в соответствии с установленными критериями. В настоящее время я работаю над двумя проектами одновременно. Это визуальный и музыкальный спектакль. Адаптированная психологическая пьеса драматурга Мартина Магданаха. Классическая драматургическая постановка с большим количеством текста. Два разных вида театра. Я люблю оба и не хочу выбирать между двумя. Когда вы снимаете кино, ваш подход сильно отличается. Это совсем другая история. Эта разница в точности соответствует разнице между театром и кино. Что, по-вашему, главное в театре? Действие, текст, связь со зрителем. Я думаю, что театр и спектакль – это создание вселенной. Каждая вселенная состоит из нескольких основных элементов. Для меня очень важно, чтобы в моих спектаклях были ветер, земля, воздух, вода, огонь и плоть. Речь идет не о комплексе демиурга, а о том, чтобы вселенная на сцене была живой и убедительной, вам необходимо присутствие всего этого. И, для начала, вам нужно их представить себе. Исходным материалом для театра является человеческое сознание. Вы чувствуете себя частью какого-либо течения или школы? Нет. Я прошел через несколько школ. Я работал в Московском художественном академическом театре. Я преподавал систему Станиславского в нескольких странах. И мне нравится эта система. Но я легко могу выйти за рамки психологической системы, чтобы присоединиться к игровому или визуальному театру, которые являются областью воображения. Существуют ли сегодня инновации в авангарде на российской сцене? Думаю да. Но, увы, этот авангард не очень хорошо представлен. Русский театр всегда был постановочным театром. Авангард русской сцены Станиславского и Мейерхольда и по сей день – авторский режиссерский театр. Фигура режиссера в русском театре значит много. Он создает стиль, он придумывает разные ходы, но, прежде всего, именно ему мы обязаны идеи и смыслом произведения. Сегодня в России этот небольшой авангард представляют художники, музыканты, хореографы, режиссеры, архитекторы. Словом, все творческие интеллектуалы. Если говорить о театре в России, то он в основном роль играет развлекательную роль, и чаще всего от большинства его последователей мы слышим слово «традиция». Лично я не понимаю, о какой традиции может идти речь, если театр существует здесь и сейчас, а никак иначе. Нет у вас ощущения, что театр и искусство в целом заставляют двигаться вперед российское общество. Если театр и искусство могут изменить что-то, заставив человека думать, чувствовать и смотреть на обыденные вещи по-другому, то это будет не сразу. Никто не выходит из театра, чтобы бежать делать революцию. Очень трудно изменить сознание людей, превратить инертные массы в активных думающих граждан. Вы говорите, что миссия театра – это заставить зрителя выйти из зоны комфорта. Где границы этой зоны? Во-первых, дискомфорт не то же самое, что страдание. Это естественное состояние человека с момента первородного греха. Абсолютное спокойствие царит только на кладбищах. Конфликт провоцирует рождение сюжета. Электричество вызывается разностью потенциалов, кровь течет по венам в результате разного давления. Но страдание, которое все традиционно видит в русском искусстве, в великой русской литературе, для меня вещь второстепенная. Я буддист и верю, что люди рождаются для счастья. Но счастье не является синонимом мира. Счастье может быть активным, конфликтным, беспокойным, с поиском и выигрышем, с потерями и открытиями, со взлетами и падениями. Гоголь-центр в третий раз приезжает в Авенеон. Что вас связывает с этим фестивалем? Этот фестиваль является частью моей жизни. Еще совсем юным я приехал в Авенеон, чтобы увидеть работу великих мастеров. Фестиваль всегда был важным этапом моего профессионального развития. Встреча с настоящими мастерами, отражением всего самого важного, что происходило в Европейском и Мировом театре. Мне очень близки постулаты Авенеонского театрального фестиваля, сформулированные Жаном Виларом. Неприкосновенность свободы художника, верховенство свободы выражения творческой мысли, антимилитаризм и демократия. Следующим этапом стало приглашение в Авенеон в качестве режиссера. Я очень благодарен этому фестивалю и Оливье Пи за поддержку меня и нашего театра. Это очень ценно, важно, трогательно и незабываемо. Часто говорят, что русские живут в предчувствии катастрофы. Вы русские в этом смысле? Хотели бы выжить и работать в другом месте, а не в России? Россия останется со мной везде, где бы я ни жил, потому что я говорю и думаю по-русски. Я говорю на двух языках, учу третий, но когда мои мечты и мысли приходят ко мне по-русски, я русский. Русские живут в предчувствии катастрофы, а остальные равнодушные и не думают о будущем. Как не жить в предчувствии катастрофы в современном мире, который катится в экологический яд? Через несколько лет климатическая ситуация может стать необратимой, разве это не катастрофа? Просто русские видят больше проблем. Они знают цену свободы и ее отсутствие. Они знают, что такое война, гибель империи, революции, репрессии, принудительное переселение народов. Даже мое поколение стало свидетелем большого количества сложных и бессмысленных событий. И я никоим образом не хотел бы критиковать или отказаться от моего предчувствия катастрофы. Это прекрасный источник вдохновения для моей работы. Китайский поэт и фотограф-самоуч Кэн Ханг, жил в Пекине. Его тонкие работы, часто подвергаемые цензуре, изображают тело в городе или на природе и представляют собой смесь эротики, дистанции и юмора. Его поэтические образы великой свободы известны во всем мире. Весной этого года в Доме фотографии в Париже прошла выставка Лови, Рен Янг, великолепного собрания его работ. Рен Янг искал своих героев, при помощи объявлений в социальных сетях, и просил их позировать либо в его маленькой квартире в Пекине, либо ночью, например, в общественных парках. Нагота и явный эротизм его фотографий были запрещены китайской цензурой. Но, как отметил куратор выставки Жан Люксори, впечатление от его фотографий не ограничивается привлекательностью Наготы. Его мощь графической композиции, чувство взаимосвязи между персонажами, цветами, игры близости – это набор впечатляющих и очень личных элементов. У Рена Ханга не было помощников, только его пленочный фотоаппарат со вспышкой и героя его фотографий. Молодой фотограф быстро достиг успеха во всем мире. Он покончил жизнь самоубийством в 2017 году. Ему было 30 лет. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Материалы на СМИ.